Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Волшебство – это вера в себя. И когда тебе это удается, то удается и все остальное. Писал об этом Иоганн Гёте. Вы смотрите программу «Красивые люди» и у нас в гостях личность незаурядная. Психолог, ПРФ-практик, тета-хиллер и просто волшебница Зинаида Ивановна Сим. Здравствуйте. Здравствуйте. Верите ли вы в волшебство? Конечно. Это норма. А то, чем вы занимаетесь, это волшебство или нет? Для меня это норма. Для кого-то это волшебство. Для кого-то, возможно, это нереальное что-то. Потому что человек не верит в это. Ну, я так думаю, что поверено, каждому дается. Я заглядывала в ваш Инстаграм. Вы занимаетесь энергетическими практиками. И очень интересная новая техника – техника ПФЕР. Да, до этого я занималась душой, сознанием, подсознанием. То есть мы меняли сознание, все свои программы. И через осознание мы меняли телесные проблемы. Эта техника совершенно новая. Она всего существует три года. Антон Марков ее создал буквально три года назад. Здесь, наоборот, очередность такая идет. Знаете, сначала тело, оно само высвобождает. Через это меняется сознание. Наше восприятие мира, жизни вообще. Это если в двух словах. Вы же сами проходили эту технику. Но прежде чем заинтересоваться и нести ее дальше по миру, какие у вас произошли изменения? Чистота информации. Ты начинаешь мир видеть совершенно другими глазами. Потому что те блоки, которые находятся в нашем теле, те эмоции, которые мы запечатали буквально в свои мышцы, они не давали нам в совершенстве увидеть ту истину, которая есть вокруг нас. Мы видим лучше, слышим лучше, ощущаем лучше. То есть восприятие нашего тела становится намного чище во всех отношениях. Поэтому и мир раскрывается для нас вообще совершенно с другой стороны. Мы замечаем те вещи, которые не замечали в себе, в людях, в окружении, даже в событиях каких-то. И наше информационное поле, оно становится более насыщенным. Есть место, куда прийти той или иной информации. В мире существует много энергетических интересных практик. Почему именно вот это направление? И оно, по-моему, немножечко имеет несколько подразделений. Что-то связанное со спиной, когда у человека... Пифердаб. Он создал сразу подряд три методики. Пифер, Пифердаб и зеркало у него есть, такая методика еще. Где мы, например, высвобождаем все свои страхи затаенные, о которых мы даже боимся. Да, боимся думать, боимся туда заглядывать. Вообще, людям очень привычно бояться самого себя. Привычно бояться быть богатым. Привычно быть богатым, успешным и счастливым. То есть у нас очень много генетических программ и с прошлого, и в этой жизни. То есть у нас есть много программ, где мы через опыты набираемся страху. И этот страх нам просто не дает увидеть ту истину, которая есть на самом деле. А когда мы высвобождаем все эти страхи, всякого рода обиды, чувства вины, чувства долга, высвобождается огромное поле деятельности, возможности, ресурса, потенциала. То, что человек, не каждый человек, сразу может заметить у себя или у кого-то. Очень интересно. Это зеркало. Спина, пифер, да? Все одновременно. Пифер, когда мы проходим пифер, мы, тело само высвобождается. Здесь только мы говорим о доверии к телу. О том, что тело такое умное, оно само все знает. От чего освободиться? От чего ему не надо пока освобождаться? Возможно, это будет постепенно происходить. Потому что изменения происходят от одного месяца до шести месяцев. Продолжается трансформация. Когда ты проходишь одной сессии? Даже с одной сессии уже начинают происходить изменения. А если вы проходите три, у нас обычно три вот такие групповые целительные сессии, когда это уже, знаете, как говорят же, это именно проблема, она закрывается, которая была в теле. То, что мы запечатали. Это то, что называется психосоматика, когда наши страхи, блоки остаются. Психоэмоциональная разблокировка происходит. Поэтому пифер называется. Когда мы все блоки, которые были, все конфликты, которые были в теле, мы буквально распаковываем и позволяем телу высвободиться. Но если мы говорим про блоки психоэмоциональные, значит, речь идет о том, что можно излечиться и от болезней? Конечно. Там очень много результатов. Единственное, что мы не знаем, от какой болезни. Если у человека куча всяких болезней, мы не можем сказать, что сейчас вот это именно исцелится. Мы не можем даже указывать телу. Тело умное, оно само знает, что вперед исцеляется, что потом. А на практике у них уже за три года набралось довольно-таки много таких результатов, как вот он рассказывал, что девочка родилась на один глаз, даже не видел у нее. И после этих сессий она стала видеть этим глазом. Это врожденное даже, не говоря уже там про инсульты, инфаркты. Или, допустим, такие, как псориаз, все, что касается аллергических заболеваний. У них уже довольно-таки большой набор того, что происходит. Но не рекомендуют работать с такими стадиями болезни, как рак уже на четвертом. Но у них есть уже даже случаи, когда эти опухоли уменьшаются после каждой. Даже одной сессии были такие случаи, когда уменьшается раковая опухоль. Ну и, конечно, все, что касается всех наших органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, то же самое исцеление происходит моментально. Я не хочу говорить, что там вот именно только это. Вы можете прийти исцелиться. Ваше тело само знает. То есть это может быть по панацеи, а может быть и не быть. Конечно. Возможно, именно какая-то маленькая болезнь, она важнее для вашего тела. А потом уже остальное все начинает происходить уже само по себе. У меня на глазах, вот, например, на пифеердабе, девушка была с таким большим сзади, ну, так скажем, сутулостью. Я бы даже не назвала, это просто буквально. Я видела, что у нее там, и как она стала выравниваться во время вот этих занятий, даже начиная с пифеера, и же продолжая пифеердабе. Она пробрала несколько сессий, и у нее прям намного спина стала прям лучше. Просто какая-то мистика. Да, выравнивается плечи, но это вот уже на пифеердабе. Вы давно практикуете различные практики космоэнергетику, тета-хилинг. Вас можно назвать даже ученым в этой области, потому что тысячи людей прошло через ваш центр и через ваши руки. Вот расскажите более подробно о вашем центре. Наш центр-юниверс, у нас работает команда, девочки прям молодцы, они стараются с душой. Вы знаете, когда человеку не надо просто стараться, им нравится служить себе и людям. То есть мы получаем удовольствие. Удовольствие от того, что меняется взгляд у человека. Удовольствие от того, что человек приходит больной, уходит уже выздоровевшим. Это, знаете, это незаменимое. Поэтому я всегда говорю, человек счастливый, который умеет давать. Человек счастливый не просто, который возьмет то, что он просит, хочет, а он получив даже, он тут же начинает с этим делиться. И это касается всей нашей команды, потому что команда работает вся от души. От души любим, от души помогаем, от души просто даже выслушав человека, это тоже уже исцеление, потому что многим не хватает просто вытащить свою проблему, проговорить или что-то решить. А это все методики, которые я проходила, они какой-то несут, допустим, ценности для этого человека или для другого. Если для одного это хилинг, для другого просто космоэнергетика, мы направляем частоты, и она делает свое дело, выравнивает вибрации в теле. Для кого-то PFR, PFR-DAP, особенно мужчины, для них PFR это незаменимая практика, потому что никто в душу не лезет, никто не копается у них в их проблемах или в каких-то ситуациях. Оно тело их само начинает освобождать от тех проблем, которые... А уже это хилингом мы можем доработать то, что он не заметил или не смог сразу это сделать. То есть вкупе работают все методики, и они классно дополняют друг друга. Поэтому каждому свое. Есть ли какой-то определенный набор качеств для человека, который хочет стать таким же мощным волшебником, как и вы? Может быть, какие-то врожденные, я не знаю, таланты, видеть людей насквозь, входить в каналы? Я не знаю. Это все приходит постепенно. Например, в татахилинге у нас очень сильно открываются наши интуитивные способности. Ясновидение, яснознание, яснослышание. У всех свое. Но каждый человек имеет какую-то интуицию. Неважно. Но какая-то более выраженная. И через одно, допустим, человек ясновидит, он начинает по-другому слышать, чувствовать. Или наоборот, очень чувствительные люди, они начинают через одну интуитивную способность, они раскрывают уже другие свои способности. В пиферии мы не знаем тоже, как тело отреагирует и что вперед начнет раскрываться у человека. Но это происходит. И у девочки такие у них результаты были. Вот я буквально даже месяца еще не прошло, как обучалась этой методике. Результаты у моих девчонок, например, в команде. Я в первую очередь все на себе испытываю, потом на своей команде, а потом уже для других людей. Знаете, это такое расширение пошло. Люди хотят жить. Вот не просто выживать в этом мире, потому что у многих это вот выживающая программа, и для этого даже детей рожают, для того, чтобы продолжить свою жизнь. Это бессознательное. Очень много бессознательных программ, которые есть у человека, и он неосознанно их создает, и держит эту выгоду, и не освобождается. А как важно, как правильно жить? Жить, радоваться, веселиться, я не знаю, наслаждаться. Жизнь, она такая классная, мы просто ее не замечаем. Мы не замечаем, что мы в этот момент, мы выживаем, когда ругаемся, когда обижаемся, когда чувствуем долг, вину или еще что-то. Мы в этот момент выживаем. Мы не знаем, мы забываем, что надо жить. А жить – это замечать каждый свой момент, даже очень, как кажется, плохие ситуации, тяжелые, проблемные. Это все ресурс для того, чтобы открыть ваш новый какой-то потенциал. А этот потенциал, он раскрывается только через ваше восприятие того или иного события в вашей жизни. Мы меняем свое восприятие, мы наблюдаем за своими мыслями, действиями, мы становимся осознанными творцами своей жизни. Мы осознанно сами творим свою жизнь. Никто за вас не сделал вас несчастными или, я не знаю, жертвой какой-то. Это все мы сами создали, мы сами поэтому можем рассоздать и изменить. То есть, тета-хиллером или пифер-практиком может стать любой человек, даже домохозяйки, либо мамы. Ну, чтобы в семье своим родным, близким помогать. Помогать мужу, помогать детям, а может быть и братьям, сестрам, родителям. Благодаря этим практикам пифер-тета-хилинг. Или же, чтобы в коллективе был такой человек. То есть, любой желающий может прийти, обучиться в ваш центр. Я всегда говорю, что все есть энергия. Вы, я, стол, все предметы, все излучают энергию. Вибрация, определенная вибрация. Мы здесь посидели, мы оставили свой след. Вы родились, вы уже оставляете свой след. Определенный свой след. А это все та вибрация незаметная, кажется. Это как электрический ток, который вы в этот момент излучаете. Вот чем вы сейчас насыщены, то вы излучаете в этом поле. Вот я сейчас говорю, допустим, у меня мурашки по коже, потому что я чувствую, как миллионы людей это услышат и захотят жить. Потому что это нормально. Когда мы излучаем вот эту энергию жизни, мы заряжаем ею, и они тоже меняются. Если в семье хоть один человек чем-то занимается, он уже работает на всех своих предков, на весь свой род, на всю свою семью, на все то окружение, которое есть у вас. А если нас много, представляете, какая энергия тут, какие вибрации начинают излучаться от той или иной организации, от той или иной передачи, от той или иной семьи даже. И это нельзя объяснить просто словами. Я прошла очень долгий путь, я объездила весь мир, изучала, искала это все. А это все внутри нас. Мы меняем себя, меняется наш мир. Все очень просто. Наш мозг только говорит, как это сложно, как это сложно быть богатым, как это сложно быть тем или иной. А зачем люди придумывают, что это сложно? Потому что так это выгодно. Если нам сложно, тогда ничего не надо делать. Это же сложно. Это просто надо встать, начать что-то делать. И верить, и получать удовольствие. Если мы получаем удовольствие от любого своего действия, от любого момента, надо замечать каждое. Вот я сижу, чай, кофе. Я наслаждаюсь этим. Я ценю, что у меня есть такая возможность. У меня есть такая возможность с тобой пообщаться. Или у меня есть такая возможность поехать в Америку. Я каждый год езжу, допустим. И я считаю, что просто для меня нет закрытых путей. Это мое внутреннее состояние. И оно мне дает возможность чувствовать, понимать, осознавать, что все реально и возможно. Просто позвольте себе этому быть. Честно. Ну, если иметь такую маму, или такую тетю, как вы, или такую подругу, как вы. То есть лиричка, наверное, на раз, два, три вспомнили. Да. Мир меняется так быстро. И вот на Земле сейчас тоже вы сами все чувствуете, как быстро все меняется. Вот так, на щелчок. А если вы еще туда добавите доверие, веру, желание, намерение захотеть. Я хочу вот так жить. Все пространство начинает работать на вас. Просто надо это однажды испытать, и вы уже пойдете за этим. Мы все настолько связаны вот этими нитями невидимыми, энергетическими. Мы как одно единое целое. Просто наш мозг, он начинает разделять. Это мои деньги, это твои деньги. А все деньги Вселенной это ваши, поверьте. Если вы позволите себе этому быть, измените здесь какие-то программы, установки, которые вам мешают. Ну, имеется в виду, что доверять Вселенной и знать, что она изобильна. Конечно. И не переживать, цепляясь за что-то материальное. Вы надеялись это имеете. Вас бьют всегда, да нас тоже. Нас бьют всегда по той важности, за которой мы цепляемся в это. Привязка у нас у всех есть. У кого-то очень, кто-то очень хочет сильно, там, я не знаю, жениха на корабле с салами, парусами. Кто-то все время страдает от того, что у него нет денег. А на самом деле эти вот эти все страдания, переживания, это наши привязки, которые и закрывают вас от Вселенских даров, я бы так сказала. Каждый день на телеканале Казахстанская медиа-академия программа Гульбахор Хасановой Красивые люди. Красивые люди. Вы сказали, что вы учились по всему миру. Обучение в какой стране произвело на вас самое яркое и неизгладимое впечатление? И что это была за практика? В первую очередь, конечно, я благодарна Космоэнергетике, потому что я технарь. Я закончила политехнический институт, у меня станки, инструменты, я чертила там, я не знаю, работала в конструкторском бюро, но я не верила ни во что, кроме как в то, что человек должен все сам, может сам. И вот Космоэнергетика мне дала, раскрыла понимание того, что надо доверять еще чему, каким-то вселенским силам, законом. И впервые там я почувствовала, например, что значит ощущать энергии, потому что я считала, что я вообще не чувствую, не вижу, не слышу. И когда ты начинаешь вот в это верить, открывается для тебя очень много возможностей. А вы человек из Советского Союза. Конечно. Еще закоренелый, который в Бога не верил. И нам говорили, что Бога нет, и что ты только сам на себя надеялся, или еще что-то. И вот тогда у меня стало приходить сначала сомнение. Оказывается, что-то есть помимо моей силы. И мое эго стало задаваться. Вы знаете, чем сильнее я в это верила, тем мое эго такое становилось все мягче, мягче. Оно позволяло говорить, да, еще что-то есть. Помимо тебя и твоей там, я не знаю, цели, мечты твоей, еще что-то. Поэтому, начиная с космоэнергетики, тату-хилинг мне был очень понятен, потому что это тоже работа с энергиями, с подсознанием. И все программы, которые были во мне, которые были заложены моими родителями, быть правильной, хорошей, хорошо учись, тогда ты только что-то получишь, что все нужно заслуживать. И мы так с этим жили, мы верили, что сделаешь хорошо уроки, получишь конфетку, сделаешь что-то, то есть, что все нужно заслужить. А человек, появляясь в этом мире, он уже заслужил иметь это все. Но вот эти все программы, ограничения, конечно, нам перекрывают путь к тем или иным, я не знаю, успеху, достижению или желанию. Родители, когда прописывают бессознательно ограничивающие обеждения своим детям, они же это делают из любви. Конечно, им кажется, они любят так. Они по-другому просто не умели любить. Вы понимаете, что любовь, она не имеет ограничения, она не имеет правил, она свободна. И поэтому, если человек не свободен от каких-то, я не знаю, ограничивающих программ, убеждений, он не знает, как это правильно любить. Для него это иллюзия, то, что нам всегда всем внушали, что любовь, это если ты хороший, если ты такой, если ты заслужишь, она просто любовь. Ее нету ограничений у нее. Человек ее просто здесь чувствует. Поэтому я, например, своим студентам в первую очередь мы раскрываем сердечную. Мы обучаемся любить себя, обучаемся любить мир, людей. это то, чем у нас никто не обучал. Это то, с чем мы рождаемся, с этим чувством, нам его раз-раз-раз, так знаете, обернули в разные обертки и запретили любить так, как это есть поистине. А поистине она свободна, эта любовь, она перетекает, эта энергия, она просто есть. Шикарно. Я так рада, что сейчас общаюсь с вами. Удивительно. Ощущение, научиться чувствовать, это спуститься вот отсюда, из головы и почувствовать, что я сейчас чувствую. Я сейчас чувствую радость, общаясь с вами. Я сейчас чувствую радость, что меня слышат люди. Я сейчас просто радуюсь, что я живу и наслаждаюсь. Каждым моментом я все замечаю, все, что происходит. нет желания всю свою энергию отдавать на страдания, на переживания, на обиды. У меня переключилось вот это внимание на то, что я хочу жить полноценной жизнью. Я просто хочу быть счастливой. Все. Ваш центр, он обучает людей и в то же время приносит много пользы через сессии. Для тех людей, которые не хотят посвящать время обучению и сами становиться практиками, приходит просто получать сеансы. есть ли какой-то определенный ежедневный ритуал обязательный для того, чтобы, например, приводить себя, свое сознание в какую-то точку равновесия, либо очищаться, либо наоборот, набираться с утра энергии, какой-то ритуал. Знаете, самый главный ритуал это быть благодарным. Проснулся? Благодари. Кровать, я не знаю, зубную щетку, все, что у тебя есть. Вот сейчас ты открыл глаза, видишь все, что перед собой. Господи, благодарю тебя за то, что у меня есть вот это. Знаете, вот эта энергия благости, она и создает ту огромную благость. Вы начинаете ее излучать, вы благодарите, вы ее вроде бы излучаете в мир, в никуда, а к вам эта благость приходит через ваше желание поблагодарить мир, жизнь, Вселенную, Творца, неважно кого. Но вы излучаете уже эту энергию, вы притягиваете эту благость сами к себе в этот момент. Все люди эгоисты. Мы думаем, что мы делаем для кого-то, помогаем, я не знаю, благотворительностью занимаемся, ничего подобного. Все люди эгоисты, они с этим рождаются, с этим умирают, они все это делают для себя. Только наш мозг, наше эго говорит, вот видите, я сколько сделал для всех, Бог, люби меня, это же наше бессознательное такое выживающее, что да, чтобы меня заметили, чтобы меня поблагодарили. Да поблагодарите себя в первую очередь, и перестаньте обижаться на всех. Это то, что вы сами создали, нет виноватых в том, что у вас сейчас происходит в вашей жизни. есть только вы и ваши чувства, и ваши желания, я хочу быть счастливым, я уже счастливая. И если вы вот это излучаете, мир, Господи, да столько моментов в жизни, чему вы можете порадоваться, поверьте. Там, где благодарность, там и радость. Благодарность и радость это все и особенно, когда вы благословляете других, это благость еще большее благословение вы получаете. Поэтому вы ничего для других не делаете. Это нам только кажется. Вот людям сложно благословлять других, потому что многим кажется, что им чего-то не хватает, они начинают завидовать, совершать какие-то грехи, скажем так, мягко. Потому что им надо выживать. они живут в состоянии не до нехватка. Не хватает времени, не хватает денег, не хватает любви, не хватает внимания, не хватает постоянной состоянии нехватки. Вы это излучаете, вы это и получаете. И чем больше у человека вот этого мне не хватает, мне мало, это сознание ребенка, это того неповзрослевшего ребенка внутри нас, которому всегда чего-то не хватает. Поэтому нужно разобраться с самим собой и просто себе прям загрузить эту ответственность, что вы сами ответственны за то, что вам не хватает. А как это загрузить? Вот это обучают и тета-хилинг, и пифер, да, все это вместе работает на вас. Если вы хотя бы шаг навстречу самому себе пойдете, вы обязательно что-то получите. А вот это состояние не до у нас, ну, из-за того, что нам, да, не хватало того-того-того, возьмите это все сами. Сначала вы загружаете себе, что мне всего предостаточно. И эта достаточность, она к вам приходит. Поверьте, я тоже думала, мне всех было жалко, я постоянно кому-то чего-то делала, потом я поняла, что это мне жалко само себя-то было. И когда эта жалость ушла, оно все стало само по себе происходить и приходить. И я просто понимаю интуитивно, вот почему я сейчас переключусь на такую вещь, как мы стали делать тетатуры выездные, это вот мы ездили в Турцию, мы ездили в Египет с группой, я туда возила свой авторский курс, мое эго и законы вселенной, где мы говорим о том, как мы нарушаем эти законы вселенной через свое эго и прям точно с каждым прорабатывали, где его ошибки и как он может это изменить. А это происходит в таких тетатурах, происходит наоборот так легко и так свободно, потому что все стихи там, вода, огонь, воздух, земля, и человек в таких местах, он расположен расслабиться и отдохнуть. И вот через это состояние расслабленное его сознание, его тело воспринимаются намного быстрее и легче. Поэтому я просто рекомендую, потому что у нас сидит эта программа, что я еду отдыхать, и через этот отдых человек получает во сто крат больше и быстрее. Измене так происходит. Классно. Красивые люди. Зинаида Ивановна, получается, что тета-тур, тета-сессии или тета-обучение, вообще тета-хилинг, плюс еще ПФР-терапия, плюс другие энергетические практики, которыми вы владеете, владеют ваши ученики, они, конечно же, помогают сгрузить в себя усталость, какой-то стресс, который накапливается у любого городского жителя. Во время, конечно, тета-туры это сделать классно, либо прийти к вам на сессию. А только ли усталость и болезни это снимает? Бывают же какие-то воздействия типа порчи. Вообще, стоит ли верить в порчу, в наговоры, в сглазы? Я поняла ваш вопрос. Все существует, всему есть место быть. Но если вы боитесь всякого рода порчи, сглаза, приворот, вы это обязательно притянете. Я с этим много мы работаем. На какую-то эмоцию вы срезонировали, на какие-то слова вы срезонировали. Вы бессознательно это все сделали, и вы притянули ту или иную ситуацию, те или иные энергетические даже сущности. Потому что очень много мы делаем такие вещи, как очищаем пространство этого человека, то, что ему не позволяет увидеть мир того, что вообще вокруг тебя происходит и те возможности, которые есть. Конечно, это все есть изглаза и порчи и прочее, но это все очень легко. Вот так вы можете всему этому научиться и работать с этим. И в тетахилинге мы об этом очень много говорим. И в тетахилинге мы занимаемся, но это, я всегда говорю, в первую очередь нужно научиться наблюдать. Почему наблюдать? Любая осознанность приходит только через наблюдение. если вы себя не наблюдаете, вы живете на эмоциях, раскидываете словами, защищаетесь или еще с кем-то спорите, вы тем самым, такой идет отток жизненной силы, и вам не хватает энергии уже на творчество, то есть творение своей жизни. Это сознательное выстраивание своих отношений, своих, я не знаю, событий, результатов, вас не хватает. Вот это то же самое с той серией, что не до. Поэтому никому ничего не надо доказывать. Слушайте себя, наблюдайте себя, свои мысли, свои действия, свои ощущения, что я сейчас чувствую. Задавайте почаще этот вопрос, что я хочу. Даже идя в магазин, вы можете просто сказать, что хочет сейчас мое тело, вот это поесть или вот это. Этому всему мы обучаем тета-хилинги наблюдательности и наблюдаем за своим эго, то, которое думает, что нас сильно защищает. На самом деле оно очень сильно блокирует от истины того, что мы не видим. А где брать энергию для исполнения желаний? Все внутри нас. Ее не надо ниоткуда брать. В это нужно просто поверить. Не просто поверить, а прийти к тому состоянию, что вы этого достойны. Многие хотят в голове, а вот здесь они не ощущают, что это мое и что это я хочу. Потому что хочет сосед или хочет кто-то, родители за вас хотят, но, возможно, это не ваше желание, и не надо за ним бежать и стараться, потому что мы постоянно сравниваем себя. Если вы уберете любую конкуренцию, любые соревнования, любые сравнивания, вы перестанете вообще догонять, перегонять, и послушайте себя, свое истинное желание, вот тогда происходит то, что именно для вас нужно. Вы просто пока не знаете, чего вы хотите. Например, очень многие хотят, но они вот здесь хотят, а душа хочет совершенно другого. А эта энергия всегда внутри вас, и этот ресурс, и потенциал тоже внутри нас, мы просто его не замечаем. А ему, если вы позволите, через все эти практики, неважно даже какая из них, но через эти все практики, ну сейчас я приглашаю например на ПФР, почему? Потому что те, кто еще сразу не осознали, ваше тело высвободят те определенные блоки, зажимы, конфликты, и вы начнете понимать сами себя в первую очередь. То есть понимать это слышать, чувствовать, знать, что я хочу. И тогда ресурс открывается моментально. Здорово. Мне кажется, что у вас вот с тем создателем очень короткая связь. Вы ее наработали? Я ее просто чувствую. Я сама внутри себя, для себя, по крайней мере, я сам есть создатель. И каждый человек также. Я как раз хотела спросить, как выглядит Бог? Как выглядит Бог? Он внутри меня. та вибрация такая, знаете, я счастливая, вот такая тихая вибрация, которая у вас есть, и чем бы вы не занимались, она присутствует. И чтобы там хоть бомба взорвись или еще что-то, она есть, это просто жизнь, это то, что мы наблюдаем вокруг себя. Все. Знаете, я очень долго искала себя, искала какие-то нужные методики, слова, чтобы помочь людям. Но в первую очередь, я, конечно, искала для себя это. поэтому я всем хочу сказать, услышьте себя, заметьте себя, в первую очередь, пока вы сами себя не замечаете, и мир не будет вас замечать, творец вас не замечает. если вы вспомните хотя бы одну минуту, я не знаю, когда вы были счастливыми, закрепите это ощущение, в первую очередь, вы должны это чувствовать, вспомнить это чувство, и тогда вы сможете эту вибрацию в мир излучать, а все, что вы излучаете изнутри в этот мир, вы только это и получите. Поэтому если вы злитесь, злость еще больше к вам придет, если вы обижаетесь, вас еще больше будут обижаться, если вы сами себе говорите, господи, спасибо тебе, я благодарю за все, что у меня есть, вот эта благодарность, она к вам обязательно вернется во сто крат, поверьте, даже потратив на что-то деньги, просто проговорите, господи, это возвращается ко мне в десятикратном размере, и оно все легко возвращается как-то в лотереи, которую вы забыли купить. Все. Значит, стоит купить лотерейный берег? Конечно, стоит. Во-первых, вложение в себя, это в первую очередь, что вы можете сделать, поэтому, если вы обучаетесь чему-то, вы только вкладываете и вот именно в ту благость, которая для вас важна, вы не просто так, вы пришли по зову своей души на ту или но, я всегда говорю, вы чувствуете своего учителя, свое состояние, вы все это чувствуете, просто вы этому не придаете значения, и вы сидите здесь и соревнуетесь, или на других смотрите, вот как они, завидуете, сюда спуститесь и живите сердцем, это главное, что вы можете себе подарить. благодарю вас, замечательные слова, и, дорогие друзья, у нас в гостях была волшебница, энергопрактик, пифер, терапевт, тета-хиллер, Зинаида Ивановна, сим, это проект «Красивые люди», до новых встреч. Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции, все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди».